Всем добрый день! С вами психолог Наталья Коробкова. Все мои контакты вы найдёте на моём сайте natali-korobkova.ru Сегодня я хочу кратко, там в общем-то особо нечего долго рассказывать, знаете, какая тема, каким образом психопат может страдать от эмпата, причём именно от любви эмпата. Сейчас я вам объясню, просто я такое и в терапии тоже встречала, в общем, была в шкуре, прямо в роли психопата и разговаривала с таким эмпатом и понимая, в общем, что они могут чувствовать. То есть, я сейчас думаю, как бы вот это матерное слово избежать, когда эмпат, ну в общем, заёб просто вот своей привязкой вот этого психопата. Причём неважно, психопат мужчина или женщина, это не имеет значения. Вот. Значит, такой вот, рассказываю случай, такой собирательный образ. Это когда эмпат не может поверить, что вот его партнёр психопат, и он мыслит по-другому. И начинает его заваливать своей любовью. Как правило, конечно, там должно быть зависимое всякие, ну не обязательно зависимое прям расстройство личности, но вот очень сильно зависимое поведение. Скорее всего, это когда любви не хватало очень родителей, когда, скорее всего, было какое-то супертрешовое детство, извиняюсь за сленг. Вот. И... А у ребёнка большая потребность была отдавать любовь, любить. То есть человек пришёл с умением на самом деле вот любить, привязываться, быть преданным, ну, иногда даже служить кому-то, вот служить. Но это вот такая любовь через служение. Этот сам человек, когда служит, он расцветает. И кому-то это служение будет во благо, кто-то будет радоваться и купаться в этом, как в мане небесной. Но если начать замучивать этой любовью психопата, которому нужно просто, чтобы ему служили, но не надо вот это вот просить обратки, не надо просить взаимной любви. Психопат может быть не тактилен. Разные, кстати, бывают. Бывает тактильно, бывает нет. Я просто говорю, да, а эмпат, допустим, хочет этой тактильности. Или эмпат так любит, что хочет много времени проводить с психопатом. Психопату это не надо. Он живёт по своим правилам или она. И хочет лишь этого за ниточки дёргать, и в остальном отстань. А тот не отстаёт. И такой, ну как же, вот там, мне так хочется с тобой много времени проводить. Мне там вот хочется, чтобы ты меня выслушала или выслушала. А давай теперь я тебя выслушаю. А тот человек может не хотеть откровенничать. Он может не хотеть открывать всех козырей. Разные бывают ситуации. И вот когда такие несовпадения, тогда психопат просто уже вешается от этого эмпата, потому что этот эмпат кажется ему безумным. В прямом смысле не совсем адекватным психически. Он начинает абьюзить этого эмпата. Он его игнорит, посылает, обесценивает, загоняет в угол. В общем, может как-то там, может денег лишать, может общение лишать, может секса лишать. В общем, неважно, происходит какой-то абьюз. А тот не понимает. То есть ему вот уже, ну уже по-плохому всё объясняют, а он не понимает. Он всё со своей или она своей любовью. И вот тогда, естественно, просто встаньте на место вот этого абьюзивного человека. Ты как бы туда постоянно кнут, 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 а тебе оттуда, а я тебя люблю. Вот вам этот человек покажется адекватным? Вы скажете, что он ебанутый, да, понимаете? То есть вот так, ну то есть с ним точно что-то не так, а возможно вообще психиатрия. Наверное, там психиатрия. Ну потому что как ещё, если ты человеку, ну вот ты его размазываешь, ты его там по плинтусу воськаешь, а он, а я тебя люблю. Ну безумие же, правда? Вот я, например, вот даже в этом плане психопатов понимаю. То есть, ну всё, шиза какая-то. Что там делать теперь с этим человеком? Он же чокнутый. Вот такое будет отношение. Потому что психопат, несмотря на то, что он психопат, он же не шизик, он всё понимает прекрасно. Вообще есть психопаты, вообще очень такие умные люди, даже бывают умнейшие, которые умеют зарабатывать, которые умеют налаживать социальные связи. Есть психопаты, которые прекрасно вообще в этом социуме коммуницируют лучше, чем эмпаты. Они выглядят психически иногда здоровее, чем эмпат. Ну вот так вот бывает. Но это не отменяет его холодной такой натуры и души. Ой, сейчас я уже пока сюда пришла, забыла, откуда я вышла-то. В общем, короче, вот этот эмпат начинает выглядеть психически нездоровым человеком. Вот в этом случае. Когда вас бьют... А, вот, я вспомнила. Психопат, он же понимает, что он плохой. Он в душе понимает прекрасно, что он плохой, что он ничего суперхорошего никому не желает. И когда он откровенно делает плохо другому, а другой продолжает его любить, естественно, он просто этого не может понять, и он считает, что этот человек нездоров. Вот. И в чём-то я даже соглашусь с таким психопатом. Почему? Потому что в этом правда есть какое-то нездоровье. Если ты не можешь чёрное, я это сейчас заговорю эмпатом, назвать чёрным, если ты не можешь белое, ну, как бы, отличить белого от чёрного, или ты хочешь чёрное, переделать в белое. Такой, ты не можешь быть, да ты не чёрный, ты не чёрный по энергетике, да ты не плохой, чё ты на себя наговариваешь, ты хороший. А человек каждый день доказывает, что он плохой. Каждый день. И в отношениях с этим человеком, и в отношениях с другими он показывает своё лицо, уже не скрываясь. А этот человек всё пытается вот эти фантазии свои какие-то навешать, всё свои эти розовые единороги и бантики. Да нет, нет, просто вот сейчас я там растоплю твоё сердце, сейчас мы докопаемся до настоящей твоей души, да не может быть, что ты вот такой мерзавец. Вот видите, я когда говорю, я вот сама уже начинаю запутываться, потому что я то за психопатом, говорю то за эмпатом. Вот, вспомнила. То есть если вы чёрный не называете чёрным, то вы правда уже чуть-чуть того. Имейте это в виду. С вами что-то не так. Очень серьёзная терапия нужна именно вам. Потому что психопату ему не нужна терапия, он манипулятор по своей натуре, манипулятору, ну что, может какие-то манипулятивные курсы ему пригодятся, и всё. Хотя они от природы манипуляторы. А вот эмпату нужна терапия, чтобы он вышел из вот этих своих фантазий. Вот как у нарцисса есть фантазии, да, у меня даже есть видео, фантазии нарцисса не знают границ. Но это одно. А бывает, что фантазии эмпата не знают границ. Кстати, хорошее название для видео, может быть, я его так и назову. То есть иногда фантазии эмпата тоже не знают границ. Они сами напридумывают себе о другом человеке то, кем этот человек не является. И они любят эти фантазии. И они общаются не с человеком, а с фантазиями об этом человеке. Вот это вот самая большая ошибка. И тогда они могут покрывать зло, не видеть зла годами и десятилетиями. И как будто бы они встают, знаете, они вроде бы эмпаты, но они встали на сторону зла. Они живут со злом, они покрывают зло. Они служат злу, они множат зло. Таким образом, служа злу, они множат зло. Вот такая вот история. Я вот именно на этих фразах сейчас закончу, чтобы если кому откликнулось, чтобы люди задумались.